Передавать секретную информацию и противостоять киберугрозам. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины стоит на страже информбезопасности уже 25 лет. Как связисты противодействуют внешним угрозам, отрабатывают возможные сценарии атак в полевых условиях и соединяют между собой абонентов из высших эшелона власти. Об этом и не только узнавали наши корреспонденты. Это подразделение – одно из самых закрытых и важных для Украины. Его задача – обеспечить высшее руководство страны безопасной телефонной связью в военное время. Сегодня здесь проводят учения. Нужно установить спутниковую антенну и развернуть узел связи в районе проведения операций объединенных сил. Убираем ослабину четвертого яруса. С действием подъем. Как только связь установлена, оператор рапортует командованию. Это лишь часть учений личного состава второго территориального узла правительственной связи в Харькове. Минимум дважды в месяц его специалисты оттачивают свои навыки. С метою поддержки на высоком уровне навыков особого склада подчас развертания узла, обеспечения специального связи, также выполнение заходов боевого обеспечения, то есть маскувания, охрана, обороны и вообще жизнедеятельность в полевых условиях. Полевой узел – это не только антенны и провода, а еще и новейшая цифровая техника и оборудование, спроектированное украинскими разработчиками. Степени защиты, шифрования звонков и сообщений могут позавидовать в Европе и Америке, говорят специалисты. Харьковские связисты первыми встали на защиту суверенитета Украины в 2014 году. Олег Ахтямов, родом из Луганской области, вспоминает, что тогда техника была не такой современной, но им удалось организовать связь для высшего руководства страны. Мой узел самый первый выехал на выполнение заданий в место Изюм, где находился штаб антитеррористической операции. С начала 2014 года порядка сотни объединений было в день. А сейчас? Сейчас немного меньше, но тоже связки есть. Узнать из первых уст, какая в эту минуту обстановка в зоне проведения ООС, можно с помощью нескольких кликов на мониторе. Вместо телефонов – экран. Связисты из Харькова видят своих коллег вживую. Расскажите о выполнении заданий в операции объединенных сил. Промодители могут спать спокойно, потому что силы сектора безопасности и охраны Украины любят на высшем уровне обеспечить безопасность нашей страны. Вместе с ребятами на ротацию в ООС ездит и полевая кухня. Людмила Годанюк – начальник столовой. На службе уже больше 20 лет и знает, чем накормить военных, чтобы было сытно и вкусно. Сейчас, во время пандемии, ни один обед не обходится без сала и лука. А еще без ее доброго слова. Во время следующих учений здесь будут отрабатывать противодействие информатакам, а также обеспечение бесперебойной связи для главы государства и членов правительства. Валерий Бакус, Наталья Белокудря, Андрей Домовой. Новости Украины.